Девчонки, всем привет! Сегодня будет видеообзор на мои новые помады блески для губ. И начну я с самой моей долгожданной покупки, самой желанной. Очень давно я мечтала об этой помаде. Это вот такая вот помада Dior. Это серия Dior Addict Lipstick номер 535. Очень красивая, выглядит действительно классно, здорово, дорого. Вот так вот она достается. И, собственно, такой вот стик. Цвет красивый, такой нюдовый, немножко выраженой. Очень красиво переливается на солнце. В нем очень-очень много блесток, которые вообще просто нереально блестят на солнце. Помада достаточно неплохо увлажняет, не сушит губы. Но и, пожалуй, на этом все ее преимущества заканчиваются, к сожалению. Сейчас расскажу о недостатках. Во-первых, в ней, как вы видите, очень-очень много блесток. Их просто там огромное количество. И это не просто шиммер, это не просто какие-то мелкие блесточки. Их действительно очень много, и они достаточно крупные. То есть на губах они чувствуются, очень неприятные ощущения. И из-за этого она неровно ложится. То есть это помада для идеальных губ. Если у вас какие-то проблемы с губами, они немного обветренные, если там накрасили блеском, это вам просто будет незаметно. Стоит только вот этой помадой накрасить не идеальные губы. Она подчеркивает все губы сразу, все в таких ошметках. То есть не ляжет она на неидеальные губы. Также меня в последнее время стал напрягать ее вкус. Вкус, запах. Я не могу его описать. Раньше как-то я была в эйфории от того, что это помада Dior. Но сейчас вот она у меня лежит в туалетном столике. У меня рука к ней даже не тянется. Я даже заставить себя не могу накрасить ей губы. Потому что, во-первых, очень неприятно лежит. Блестки неприятные на губах. Во-вторых, очень специфический, своеобразный вкус. В общем, не впечатлилась я этой помадой. К сожалению, очень-очень жаль. Потому что действительно мечтала о ней очень давно. Хотела ее купить. Но я решила не отчаиваться. Я решила попробовать еще такую же помаду только в черном оформлении. Это какая-то другая серия. Насколько я знаю, более увлажняющая. Посмотрим. Возможно, с той серией мне повезет больше. Следующая моя новая помада. Вот такая вот помада от Pupa. Номер 102. Такой вот цвет. Тоже достаточно нюдовый. Она, в отличие от Dior, абсолютно без блесток. Такая глянцевая. Но она более розовая. Вот она. Давайте начну с оформления. Оформление достаточно удобное. Она маленькая, компактная. Удобно бросить ее в сумочку. Но когда вы ее открываете, конечно, чувствуется, что это масс-маркет. Вы снимаете колпачок. Тут вот какая-то вот эта пластиковая штука. Вся помада шатается. И, в общем-то, когда вы ее выдвигаете, вы чувствуете, как работает этот механизм. То есть она так неплавно выдвигается. Я даже не знаю, как объяснить. В общем, механизм, движение, он чувствуется. Сама помада неплохая. Она достаточно неплохо увлажняет губы. Не скатывается в белую полоску. Но у меня в последнее время нет таких помад, которые бы скатывались в белую полоску. Мне кажется, ну, стали туда, стали, наконец-то добавлять что-то какое-то, в состав какое-то средство, которое вот не скатывается вот в эту противную белую полоску между губами. Наносится она тоже не идеально. Шелушение, если есть небольшие, она, в принципе, их подчеркнет. Но на более или менее отскрабированные губки ложится хорошо. Но ложится немножко так не идеально, в том плане, что ей надо прокрашивать несколько раз. Вот смотрите, я еще раз покажу рядом. То есть вот я один раз провела, и она, видите, как-то вот неровна, если вам видно. То есть надо, если вот еще раз я ее наслою, то получается хороший ровный цвет. А один раз проводите, то есть и такие получаются проплешины. В принципе, помадой я довольна. Нет какого-то такого дикого восторга. Но неплохая помада. Лежит у меня в сумочке. Как правило, она у меня лежит на работе. Если, допустим, я забываю вдруг взять свою помаду из дома. Следующая помада от Bourjois, серия Rouge Edition. Вот такой вот цвет. Очень-очень красивый, нежно-розовый цвет. Вот так вот на нее смотришь, в ней очень много блесток. Но на самом деле это такие мелкие-мелкие-мелкие частички, они абсолютно на губах не ощущаются. И тоже с упаковки начну. Упаковка, она такая стандартная, в принципе, упаковка от помады. Очень хорошо выдвигается. Сама помада, вот этот сам стик, он не болтается, не шатается. И мне очень нравится, что вот здесь вот внизу видно действительно настоящий цвет, который в помаде. И сейчас я вам покажу сводчик. Вот он внизу. Такой розовый цвет. Она по текстуре совсем другая, не такая, как помада от Pupa или от Dior. То есть вы видите, от Pupa, вот от Pupa и от Dior, они больше даже на блеск похожи. Это все-таки она похожа на помаду. То есть такая более плотная, что ли. Состав более плотный. Оно безумно красиво смотрится на губах. Появляется такое жемчужное сияние. Очень я довольна этой помадой. И, пожалуй, буду смотреть еще другие цвета, пробовать. Ну и последняя тоже моя давняя хотелка. Это вот такой вот блеск для губ от Clorans. Многие девчонки уже о нем говорили. У меня номер 04. И я просто безумно обожаю его вот за эту вот кисточку. То есть у него такая нестандартная кисточка. Точнее не кисточка, не спонжик, как у обычных блесков. А вот такой вот своеобразный спонжик. Вы ее выдавливаете, и вот отсюда появляется блеск. Безумно красивый. Такой розово-молочный оттенок. Вот он. Очень красивая. Вот я считаю, вот это вот идеальная нюдовая помада. То есть нюдовый блеск. Очень классно смотрится с яркими глазами, с яркими смоки. Такие нюдовые губы просто шикарно. Он очень хорошо увлажняет губы. Он абсолютно не скатывается. Он не стирается. Мне нравится, что он в процессе носки, он впитывается в губы. Постепенно надо подкрашивать, не потому что вы его съели, а потому что он впитался. Он очень хорошо впитывается, и тем самым увлажняет губы. И не хочется губы подкрасить, потому что они там вот скукожились, высохли. В общем, вот это вот просто действительно, это мечта. Просто идеально во всех отношениях блеск. Вообще, вот эта у них новая серия, она заявлена как такая разглаживающая, если я не ошибаюсь, есть еще пудра от этой серии, что-то еще не помню. То есть серия заявлена как разглаживающая, и она действительно губки разглаживает, она их делает идеальными, такими ровными, гладкими. Даже если у вас губы шелушатся, как-то там скукоживаются, она их превращает в идеальные. Она их выравнивает, и получается такое классное зеркальное покрытие. Очень красиво, и действительно очень-очень я довольна этим блеском. Спонжем этим наносить просто мега удобно. Вот это вот самый удобный, самый любимый мой блеск. Он, к сожалению, представлен только в трех оттенках. Вот такой вот 0,4, 0,5 он покраснее, и, по-моему, 0,3 он более такой рыжий. Так, это были все мои новые помады. Еще раз показываю вам свотчи. Такие, в принципе, все натуральных, естественных оттенков. Еще раз, вот эта вот помада Dior. Пупа, это тоже Пупа, Rouge Edition Bourjois, и блеск от Clorans. Такие вот оттеночки. Все, на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, видео вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok